В этом году навигация для плавания на маломерных судах закрывается в регионе 16 ноября. Соответствующее распоряжение находится уже на подписи губернатора. Инспекторы ГИМС сейчас патрулируют водные объекты. Специалисты напоминают, что находясь на воде, нужно соблюдать особые меры предосторожности. Температура воды составляет 4-5 градусов. Попав в такую воду, спастись очень трудно. В районах области на малых реках скоро начнется ледообразование. Проценты несчастных случаев на воде уже есть. На этой неделе в районе железнодорожного моста через Волгу двое рыбаков проткнули резиновую лодку и чуть не утонули в холодной воде. Вовремя подоспела помощь инспекторов ГИМС и спасателей. Жительница Красноармейска признана виновной в убийстве сожителя. Женщина в приступе ревности напала на мужчину с ножом. Произошло это в мае. Пара принимала в гостях соседскую семью и ближе к вечеру застолье завершилось. Гости направились домой. После их ухода женщина озвучила своему сожителю претензии, приревновав его к гостю. Мужчина заверил, что ее беспокойство напрасно. Не поверив его объяснениям, она нанесла сожителю удар ножом в область живота, а затем в нижнюю часть груди. Медики госпитализировали мужчину в лечебное учреждение. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Спустя несколько часов пострадавший скончался. Свою вину женщина признала полностью. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Саратовский «Сокол» проведет заключительный матч в этом году. Белый-синий сыграют против команды «Рязань» в рамках 15-го тура Олимпервенства ПФЛ. Игра состоится 8 ноября на стадионе «Локомотив». Подопечные Дмитрия Воецкого занимают третье место в турнирной таблице и отстают от лидера на 3 очка. Поединок в прямом эфире покажет телеканал «Саратов-24». Начало трансляции в 14.00. Субтитры создавал DimaTorzok